Вы слушаете чтение Библии. 13 июня. Второе послание к Коринфянам с пятой по восьмую главы. Глава пятая. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилища на небесах, дом нерукотворный и вечный. 14 июня. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться на гимии. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся во дворя, если выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей, Богу же открытый, надеюсь, что открытый и в вашей совести. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещает через нас, от имени Христа просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Глава шестая Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами, ибо сказано «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не даем повода к преткновению, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают, нас считают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши открыты к вам, Каринфине, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равной мере говорю, как детям, будьте открыты и вы, не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами, ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Глава седьмая. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я очень надеюсь на вас, много хвалю с вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, извне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешился у вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так, что я еще более обрадовался. Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так, что нисколько не потерпели от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, во всем вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не из-за оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Поэтому мы утешили с утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все в истине, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о вашем послушании, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Глава восьмая Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброходны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и этой добродетелью. Говорю это не как повеление, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились с Его нищетой. Я отдаю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать это, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Тита, такое усердие к вам, ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах хвалимого за благовествование и притом избранного от церквей сопутствовать нам для этого благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и соответственно вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и которые ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что братьев наших, это посланники церквей слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для того, чтобы вам приходило каждый день чтение Библии, нажмите «Подписаться», а потом на колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова